всем привет ребята вы находитесь на канале олдач мы с вами снова я владимир казарчук автор этого канала и сегодня мы с вами продолжим тему профилактика простатита и укрепление предстательной железы для начала я хотел бы вам сказать что если вы покупаете миндальный орех в магазине вы поступаете правильно почему потому что в отличие от женщин которые наслаждаются вкусом этого ореха просто поедая его мужская половина поедая этот миндальный орех способствует укреплению своего либидо а также миндальный орех помогает улучшить кровообращение в малом тазу и миндальный орех обладает легким антистрессовым и снотворным эффектом то есть стрессовые ситуации вы переносите намного легче если касается работы или каких-то жизненных ситуаций хотите заснуть не надо пить таблетки поешьте немного миндального ореха так вот первое видео в котором я вам показал одно единственное упражнение помогающие укрепить малый таз и предстательную железу к моему удивлению вызвало действительно большой интерес у пользователей были различные комментарии какие-то комментарии остались какие-то были просто напросто уничтожены в силу того что они находились на низкоинтеллектуальном уровне поэтому сегодня я вам покажу к тем приседаниям еще парочку упражнений укрепляющих эту программу направленную на профилактику простатита и укрепление предстательной железы начинаем мы с вами с первого упражнения это упражнение относится к дыхательной гимнастике вы становитесь ноги вместе расслабляетесь полностью поднимая руки через стороны вверх вы делаете глубокий вдох и редко вы делаете глубокий вдох опуская руки через стороны вы выдыхаете напрягая как можно сильнее мышцы брюшного пресса ягодицы сжимая и выдвигая таз вперед выдыхаете и несколько секунд стоите в таком положении подымаете руки вдохнули выдох напряглись и несколько секунд постояли в таком положении вот пожалуйста смотрите со стороны вы стоите ровно поднимаете руки вдыхаете выдох и живот в себя ягодицы вперед выдох напрягли мышцы грудно брюшного пресса несколько секунд постояли и опять это первое упражнение которое нужно сделать минимум двадцать раз вернее 20 повторений потом мы переходим к тому упражнению которое я вам показывал в первом видео ноги на ширине плеч и вы начинаете приседать но не делайте полный присед достаточно половину приседа не забывайте о том что когда вы приседаете вы вдыхаете и старайтесь держать спину прямо от этого очень многое зависит и кровообращение в вашем организме в вашем позвоночнике естественно идет тоже на при когда вы приседаете тоже идет напряжение на позвоночник и на кости таза если же вы вот так вот будете приседать увы вся работа пошла на смарку и так мы приседаем вдыхая поднялись выдохнули это упражнение мы делаем как минимум как минимум одну минуту как минимум после этого упражнения мы вновь возвращаемся к первому поднимаем руки вдыхая выдыхаем напрягаем мышцы брюшного пресса и ягодицы укрепляется этим упражнением не только дыхательная система не только подтягивается мышцы брюшного пресса и укрепляется белая мышца поперечная но также укрепляются кости нашего тазобедренного сустава и естественно стимулируется предстательная железа третье упражнение оно действительно очень легкое и его может выполнять любой человек в любом возрасте вы ставите ноги на ширине плеч руки на пояс совершенно верно вы делаете повороты но не простые повороты а немножечко выгибая колено допустим вы поворачиваясь в правую сторону выгибаете колено и выносите таз вперед правую сторону один поворот повернулись на исходную второй поворот когда вы просто поворачиваете корпус это одно когда вы делаете такие движения вы выгибаетесь в одну сторону и тазом прогибаетесь в эту сторону куда повернулись допустим сейчас влево на исходную вправо вы напрягаете тазовые мышцы вы напрягаете ягодицы и тем самым вы помогаете своему организму восстановить кровообращение в малом тазу и естественно от правильного кровообращения зависит очень многое также и функции предстательной железы казалось бы что тут такого сложного три упражнения первое взятое из дыхательной гимнастики второе приседания и третье вот такие вот повороты с выносом корпуса при помощи таза в сторону какую вы повернулись три упражнения дыхательное приседание дыхательное повороты дыхательное скомбинировав эти три упражнения в одну маленькую программочку вы делая эти упражнения потратите на эту программку ну сколько ну 5 пусть 6 7 минут вашего времени желательно эти упражнения делать каждое утро потому что вечером мы приходим с работы мы устаем уже не то настроение нет того удовольствия заниматься какими-то физическими упражнениями нагрузками зависит конечно того какая у вас работа поэтому не всегда человек будет делать гимнастику будет делать ту программу упражнений которая может ему помочь вечером кто-то услышал о миндальный орех можно хавать и все будет зашибись но это не значит ребята что если вы купили килограмм миндального ореха в магазине взяли баклажку поедаете орешки запиваете пивом и смотрите футбол по телевизору или хоккей или что там еще это не значит что вы ведете спортивный образ жизни вы гробите свое здоровье люди запомните вы гробите свое здоровье все именно все вот такие программы легкие не сложные они направлены на укрепление вашего здоровья и желательно эти программы все эти упражнения делать по утрам особенно упражнения дыхательной гимнастики потому что увы если человек неправильно дышит у него возникает быстро усталость у него вы знака и возникает сонливость у него возникает со временем апатия абсолютно ко всему ко всем окружающим к окружающему его миру и он перестает радоваться жизни скажем так поэтому если вдруг возникнут у вас какие-то вопросы по этим упражнениям хотя упражнения вроде бы легкие я попытался объяснить так как это может быть доступно любому из вас пишите спрашивайте поговорим еще раз более подробно более обстоятельно интересуйтесь не верите мне посмотрите вон как говорят google вам в помощь к врачу врач объяснит врач покажет врач но не каждый врач может подсказать то что действительно вам нужно не забывайте об этом ну и конечно же как всегда не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий это маленькая сеточка для спонсоров нашего канала которые желают помочь его развитию ну и всем удачи с вами был владимир козырчук автор канала old dutchman всем пока